Более полугода вы смотрели на нас. Вы радовались, смеялись и искренне полюбили. И знак нашей благодарности это видео. Без рекламы, только прекрасные девушки. Наслаждайтесь. Ваши желтые панки. Приветствую вас, друзья. На фоне масштабного и грандиозного Арнен Классик Европа, который проводился при поддержке самого Арни, естественно, в эти выходные в Барселоне, слегка затерялся и стушевался не менее значимый, по-моему, турнир Азия Гран-при 2017. А зря. Потому что на самом деле там произошли довольно интересные вещи. Большой резонанс вызвала победа Флекса Бьюиса над Хади Чупаном, иранским атлетом в категории 212 фунтов. Для тех, кто не знает, вся сборная Ирана не получила визы. И, в частности, Хади не смог выступить на Олимпии и посоревноваться с Флексом. Хотя у него была официальная квалификация. В прошлом году он победил на любительской Олимпии и получил эту самую квалификацию. Так вот, сейчас, отправляясь на Азия Гран-при, он, конечно же, хотел доказать всем, и себе, наверное, тоже, что он бы мог победить Флекса Льюиса. И, в общем, по мнению большинства, ну, просто-таки доминирующего большинства специалистов и критиков, он действительно победил. Но победу отдали Флексу Льюису. Сейчас вы сами можете наблюдать фотографии и видеоматериалы со сцены этого турнира. Они зарубились даже еще на пресс-конференции. Настолько большое рвение было у Хади показать всем, что он сделал отличную форму, и он способен побеждать. На самом деле, конечно же, бодибилдинг вообще и судейство в нем, это всегда тема такая субъективная. Здесь всегда можно по-разному посмотреть на критерии или на того или иного спортсмена. Но здесь, по-моему, действительно разница была очевидна. Но спустя несколько дней, как бы то ни было, когда уже эмоции поутихли, в интернете пошла, что называется, откатная волна. Многие начали говорить о том, что у Хади-то на самом деле большой живот, и все сейчас это обсуждают. В очередной раз Арнольд выступил на пресс-конференции с осуждением больших животов. Ну, в общем, вы это все знаете, на другом канале уже был сюжет об этом. В общем, это на слуху, и это сейчас все абсолютно обсуждают. Так вот, все начали ссылаться на то, что у Хади большой живот, и, в общем-то, поэтому ему и не отдали победу. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что турнир этот проводился IFBB PRO. Тем самым подразделением та самая федерация, организация, которая проводит мистер Олимпия в Лас-Вегасе. Вы знаете или не знаете, что вот буквально недавно стало известно о том, что федерации или организации, точнее, IFBB PRO и IFBB International, то есть G-Manyan и San Toho, они расходятся. И неизвестно, чем это все закончится. Я думаю, может сделать даже отдельный сюжет об этом. Это касается любительских турниров и получения PRO-карт на этих турнирах. В общем, NPC и IFBB PRO хотят забрать эту привилегию себе. В общем, это отдельная история. Сейчас не об этом. Но смысл в том, что если IFBB PRO и, в частности, те же самые судейские коллеги на Олимпии решили все-таки отдать победу Филу Хиту с очевидным залетом в этом году по области талии, то нужно оставаться последовательным, что называется. Если вы посчитали, что это не помешало Филу Хиту, шестикратному мистеру Олимпия победить на этом турнире, его откровенно выпадающий живот и между позами, и в позах. В общем, это не то, что раньше подбирались какие-то невыгодные кадры, когда показывается двойной бицепс сзади и там спереди фотографируют. Здесь прям откровенно и во многих случаях на сцене у Фила вываливался живот. То есть, я думаю, что с этим уже никто не будет спорить. Так вот, ему все равно отдали победу. И те же судьи, получается, отобрали баллы, отобрали победу якобы за живот. Конечно, это был бы, ну, я не знаю, скандал, что ли, да, если бы приехал тут любитель, который в прошлом году еще был любителем, да, и вынес бы целого Флекса Льюиса. А в чем тогда смысл? В чем смысл новым атлетам, новым именам чему-то стремиться, готовить какую-то форму, если они заведомо знают, что победу отдают за авторитет или за какие-то прошлые достижения, а не за то, что они сейчас делают. Ведь они ставят на кон свое время, материальные затраты, здоровье, в конце концов. Все мы знаем, что профессиональный бодибилдинг влечет за собой определенные риски, связанные со здоровьем. Так вот, ребята в максимум выкладываются, как Хади в этом случае, и откровенно, будучи лучше, все равно новичку победу не отдают. Это неприятно, возможно, субъективно, возможно, у вас свое мнение, но так или иначе я посчитал, что это достойно внимания вашего, чтобы вы знали, я всегда стараюсь освещать не однобоко фитнес и бодибилдинг, а как бы со всех сторон, и яркие, положительные какие-то его стороны, и менее приятные, скажем так, реалистичные. Поэтому высказывайте свое мнение под этим видео. На этом все, друзья, это был канал спортфазы перезагрузка. Не забудьте рассказать друзьям и подписаться. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!